Вопросы борьбы с коррупцией обсудили на заседании Совета Безопасности, провел его глава Республики Владимир Васильев. Были озвучены результаты проверок в налоговой сфере. Абдурахим Билалов Даганай расскажет подробнее. Более 600 коррупционных преступлений выявлено в Дагестане в этом году. Из них раскрыто свыше 70%. Об этом заявил глава Республики Владимир Васильев. Ущерб по итогам уголовных дел составил порядка 745 миллионов рублей. Почти половина этой суммы возмещена. 20 дел возбуждены в отношении глав и должных лиц администрации муниципальных районов городских округов. 90 в отношении глав муниципальных образований и поселений местного самоуправления. 302 в отношении руководителей должных лиц Министерства ведомства федеральных и республиканских учреждений. Слишком много. Результатами этих проверок становится увольнение, привлечение к ответственности, освобождение от должности. И я прошу, чтобы во всех наших подразделениях, где предусмотрена такая функция, чтобы этой работой занимались. Мы по итогам года дадим оценку. Совет безопасности озвучил и результаты проверки в налоговой сфере. Здесь зафиксировано почти 70 преступлений. Большую часть уже удалось раскрыть. Долг составил около 690 миллионов рублей. Все, что сегодня мы, еще раз подчеркиваю, собираем в качестве налогов, не налогов, мы на заседании парламента, при утверждении бюджета, потратим на людей. Это будет публично. Чем больше у нас возможностей, тем больше мы решим задач. Предприниматели применяли различные схемы ухода от налогоблажения, отметили эксперты. Самый банальный способ – нигде не регистрироваться. Такие торговые точки были зафиксированы на центральных столичных улицах. По двум улицам города Махачкалы, это Акушинского и 26 бакинских комиссаров, более 200 с лишним миллионов налоговых поступлений не поступили в бюджет республики. Сейчас мы сделали такую же выборку по городу Хасаюрту, это потенциал рынка города Хасаюрта. Там где-то получается в половину мы не добираем бюджетных средств налоговых поступлений. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 5 579 онлайн-кассов. Поставим на 1 октября текущего года, их на учете у нас состоит 16 091 единица. Согласно данным автоматизированной информационной системы налоговых ходов с начала реформы, на территории республики Дагестан выручка, которая была отражена при помощи онлайн-кассов, составила более 173 миллиардов рублей. Вопрос коррупции и незаконного предпринимательства в республике все еще остается под пристальным вниманием властей. Более того, будет ужесточен контроль по этим направлениям. Абдурахим Белалов-Даганай, Брагим Магомедов. Время новостей. Решение конкретных проблем Юждак посетила комиссия во главе с заместителем полпреда главы государства в СКФО Сергеем Стариковым. Сопровождали его руководители администрации главы правительства республики Владимир Иванов и первый вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов. Цель визита – рассмотрение жалоб и проблем жителей. О том, с чем обращались граждане в нашем сюжете. Из Бирбаш – интернат для слепых и слабовидящих детей. Именно здесь стартовала работа мобильной приемной президента России. Представители родительского комитета коррекционной школы обратились с просьбой обустроить мини-футбольное поле для детей на территории учреждения. Учитывая тот факт, что в базе школы организована и функционирует сборная команды республики Дагестан по мини-футболу. Пять на пять – это спортсбург. И команда является участником практически всех всероссийских соревнований. Соответственно, необходима база для развития этого виду спорта. Вид спорта очень интересный и много детей записано в секции, но условий, к сожалению, как вы видите, нет. Смотря февраля начнется работа. Поэтому будем ждать тогда проект бюджета, когда будет рассмотрен. Помимо футбольного поля, интернат нуждается и в новом школьном транспорте, заявили представители центра. По их словам, обучаются здесь 300 детей, и все они приезжают на учебу из разных концов города на микроавтобусе, которому уже более 15 лет. По крайней мере, есть такая возможность, и уже на 19-й год предусмотрен деньги. Мы будем тоже стараться, чтобы у нас у вас появится новый транспорт. Далее делегация выехала в Табасаранский район. Один из местных жителей написал письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой отремонтировать участок автомобильной дороги Мамедкала-Хучни. Асфальт здесь есть, но только заканчивается он на полпути в райсцентр. А это самая короткая дорога. Из-за пыли летом и слякоти зимой водителям приходится бежать ее через Дербент. А это на час больше. Сколько мучений испытывают эти два селения, Ерси и Зилька. Там и наградом занимаются, другими вещами занимаются. Если вы проедете по этой дороге, такое ощущение, как будто ты едешь по лестнице. Ну, рабочие со стороны приезжают, бывают рабочие. Они не хотят ездить из-за неудобства этой дороги. У нас в 2020 году по контракту 20 февраля должен проектировщик уже с госэкспертизой дать проектную документацию. Этой дороге? Этой дороге. 12 километров. Эта дорога будет капитально ремонтироваться в состоянии четвертой категории в асфальтобетоне. Следующий вопрос благоустройства двора в Дербенте на общую придомовую площадку двух пятиэтажек по адресу Оскара 28 и 28А, как отметили горожане, за все 35 лет ни разу никто не обратил внимания. По их словам, они пытались благоустроить территорию самостоятельно, но все время не хватало денег на то, чтобы заделать все ямы. Мы рассчитываем, чтобы вот эти вопросы по благоустройству мы с вами все решили в следующем году. Спасибо большое. Мобильную приемную развернули и в столице Дагестана. Здесь был рассмотрен вопрос строительства детсада в селе Богатыревка Кировского района Махачкалы. По словам обратившегося в селе, есть один детский сад, но он переполнен. Рассчитано дошкольное учреждение до 50 детей, а фактически в нем занимаются около 100 ребятишек. Тем, кому уже не хватило мест, приходится отправлять ребенка в соседний поселок. Но не у каждого есть такая возможность. По всем обращениям были приняты решения, установлены сроки их исполнения. А за ходом реализации будет следить аппарат полномочного представителя президента России в СКФО. Абдурахим Белалов Даганес, Саид Кутиев. Время новостей. В Москве на ВДНХ открылась 21-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019». В Дагестан представили свыше 30 предприятий. Они привезли самую экологически чистую продукцию. Это и урбечи, и сухофрукты, и соки. Нашу делегацию возглавили заместитель председателя правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов и министр профильного ведомства. Подробности у Сакинат Малаевой. В приветственном слое премьер-министр страны Дмитрий Медведев поздравил участников с открытием выставки и обозначил основные вызовы на глобальном продовольственном рынке. Затем лучшим работникам отрасли вручил государственные награды и присвоил почётные звания. Орденом почёта награждён Сапожников Виктор Вольфович. После делегации ознакомилась экспозиция выставки, в том числе с лучшими российскими региональными брендами. Дагестан представили свыше 30 предприятий. Предприниматели на выставку привезли соки, урбеч, консервную и молочную продукцию, мёд, сухофрукты, виноконьячную продукцию и многое другое. Свой экологически чистый товар привёз и руководитель птицефабрики. Птица выращивается на Волголе не 40 дней, а 90 дней. 40 дней – это броли, а 90 дней. Низкопитательные корма, без антибиотиков. Совершенно как обычная деревенская курица. Мясо абсолютно другого качества, по-другому созревает 90 дней. Это другой продукт абсолютно. Продукции класса «Эко» заинтересовались в первый же день выставки. Состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между руководителями дагестанского предприятия и Екатеринбургского ООО «МК Технекс». Согласно документу, предполагается поставка оборудования для строительства в Дагестане комбикормового завода на сумму 75 миллионов рублей. Реализация проекта позволит полностью обеспечить предприятие кормами собственного производства. Три сорта сыра и джем из райских яблок представили мастера села Татляр Тербинского района и сыроварня при Даггау. Им удалось своей продукцией заинтересовать несколько российских регионов. Сегодня 3-4 территории России уже просят у нас по франчайзингу, чтобы мы открыли у них эти сыроварни именно под тот ассортимент, который мы предлагаем. Поэтому, чтобы закрепить продукт, чтобы у него появлялись экспортные качества, чтобы появились качества распространения через нас, мы должны показать, что мы умеем его индустриально выращивать. Не 300-500 килограмм в неделю, например, а 5-10 тонн. Кроме того, на выставке был подписан ряд других соглашений, призванных привлечь инвесторов, новые технологии и новые компании в республику. Итоги первого дня агропромышленной выставки подвел Абзагир Гусейнов. Республика Дагестан сегодня активно задействована в реализации комплекса мероприятий по реализации госпрограммы Российской Федерации по развитию сельского хозяйства. Мы синхронизируем наши мероприятия с федеральным центром. Дополнительно, благодаря поддержке руководства республики, выделяются республиканские средства на то, чтобы и белярацию поддержать, и переработку поддержать, и для других отраслей. Поэтому наши аграрии пользуются всеми каналами поддержки, в результате чего объём продукции у нас растёт. По итогам пленарного заседания было объявлено о старте всероссийского голосования за знак зелёного бренда, которым будет маркироваться продукция с улучшенными экологическими характеристиками, произведённая в нашей стране. Отдать свой голос можно на сайте Минсельхоза России. В этом году в мероприятии приняли участие свыше 1500 экспонентов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Секрат Малаева, Раима Абдулаева. Время новостей. Москва. Глава Дагестана встретился с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», руководителем Московского многопрофильного центра палеотивной помощи Департамента здравоохранения Анной Федермессер. На встрече обсудили основные аспекты развития палеотивной помощи в Дагестане. В беседе с общественником глава республики обговорил детали проекта программы, уже разработанной и согласованной с Минздравом страны. В том числе речь шла о выстраивании комплексной системы, способствующей развитию выездных форм поддержки, а именно об организации как минимум четырёх бригад, которые будут оказывать необходимую помощь на дому в четырёх округах Дагестана. Помимо этого, гостя предложила внедрить в медицинских колледжах региона учебный модуль по уходу за лежачими больными. По её словам, за несколько месяцев проведена большая работа по изучению региона, анализу всей имеющейся базы медицинских и социальных учреждений, на основе которой в дальнейшем будет развиваться палеотивная помощь. В Москве на ВДНХ открылась двухдневная 21-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019». Дагестан представили свыше 30 предприятий. Они привезли самую экологически чистую продукцию. Это и урбечь, сухофрукты, соки, молочку. Нашу делегацию возглавил заместитель председателя правительства Абдул Муслим, Абдул Муслимов и министр профильного ведомства. Подробности у Сакина от Малаевой. В приветственном слое премьер-министр страны Дмитрий Медведев поздравил участников с открытием выставки и обозначил основные вызовы на глобальном продовольственном рынке. Затем лучшим работникам отрасли вручил государственные награды и присвоил почётные звания. Орденом почёта награждён Сапожников Виктор Вольфович. После делегации ознакомилась экспозиция выставки, в том числе с лучшими российскими региональными брендами. Дагестан представили свыше 30 предприятий. Предприниматели на выставку привезли соки, урбечь, консервную и молочную продукцию, мёд, сухофрукты, виноконьячную продукцию и многое другое. Свой экологически чистый товар привёз и руководитель птицефабрики. Птица выращивается на Волголе не 40 дней, а 90 дней. 40 дней это броли, а 90 дней. Низкопитательные корма, без антибиотиков, совершенно как обычная деревенская курица. Мясо абсолютно другого качества, по-другому созревает 90 дней. Это другой продукт абсолютно. Продукции класса «Эко» заинтересовались в первый же день выставки. Состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между руководителями дагестанского предприятия и Екатеринбургского ООО «МК Технекс». Согласно документу, предполагается поставка оборудования для строительства в Дагестане комбикормового завода на сумму 75 миллионов рублей. Реализация проекта позволит полностью обеспечить предприятие кормами собственного производства. Три сорта сыра и джем из райских яблок представили мастера села Татляр Тербинского района и сыроварня при Даггау. Им удалось своей продукцией заинтересовать несколько российских регионов. Сегодня 3-4 территории России уже просят у нас по франчайзингу, что мы открыли у них эти сыроварни именно под тот ассортимент, который мы предлагаем. Поэтому, чтобы закрепить продукт, чтобы у него появлялись экспортные качества, чтобы появились качества распространения через нас, мы должны показать, что мы умеем его индустриально выращивать. Не 300-500 килограмм в неделю, например, а 5-10 тонн. Кроме того, на выставке был подписан ряд других соглашений, призванных привлечь инвесторов, новые технологии и новые компании в республику. Итоги первого дня агропромышленной выставки подвел Абзагир Гусейнов. Республика Дагестан сегодня активно задействована в реализации комплекса мероприятий по реализации госпрограммы Российской Федерации по развитию сельского хозяйства. Мы синхронизируем наши мероприятия с федеральным центром. Дополнительно, благодаря поддержке руководства республики, выделяются республиканские средства на то, чтобы и белярацию поддержать, и переработку поддержать, и драйб других отраслей. Поэтому наши аграрии пользуются всеми каналами поддержки, в результате чего объём продукции у нас растёт. По итогам пленарного заседания было объявлено о старте всероссийского голосования за знак зелёного бренда, которым будет маркироваться продукция с улучшенными экологическими характеристиками, произведённая в нашей стране. Отдать свой голос можно на сайте Минсельхоза России. Всего выставка длилась два дня. В этом году в мероприятии приняли участие свыше 1500 экспонентов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Цикант Малаева, Раима Абдулаева. Время новостей. Москва. Талантливый человек, талантлив во всём, почётный работник образования Асхаб Гаджи Сагида Ахмедов преподает в одной из школ Китильюртовского района. Он занимается резьбой по дереву, великолепный организатор всевозможных конкурсов и выставок, и ещё очень увлекается кроссвордами. Подробнее о педагоге расскажется Кинат Малаева. Асхаб Гаджи не просто вырезает детали для игрушек. Кивы подделки совершают определённые действия, вызывая улыбку у зрителей. Механизм без единого шурупа заставляет двигаться персонажи. В предметах быта тоже своя изюминка. К примеру, вот эти ложки с необычными ручками. Не меньший восторг вызывают музыкальные инструменты, представленные в миниатюре. Я вижу детям, тоже это интересно. Я их тоже обучал на кружках, на уроках. Вот много работ у нас, постоянно на районных выставках участвуем. И каждый год по минимуму 3-4 работы у меня на республике тоже бывают. В школе с детьми Асхаб Гаджи больше мастерит игрушки и мелкие подделки. А дома ещё и занимается изготовлением эксклюзивной мебели. Такие стулья, как у него, не встретишь ни в одной столярной мастерской. По плечу художнику и были крупные предметы быта. Вот стулья. В Новогигатлинской школе немало желающих перенять умение мастера. Но чтобы достичь таких высот, как у учителя, надо обладать большим терпением и утончённым вкусом. Распознать будущий самородок легко на ежедневных занятиях, говорит Асхаб Гаджи. Надо по размеру порезать её, потом шлифуется. И после этого нужно покрыть её тушью. Потом любой рисунок переносится сюда. До этого желательно кафаретный шаблон сдавать, чтобы ровные линии были. 20 лет назад Асхаб Гаджи принимал участие в популярной телевизионной игре «Поле чудес». Он составил оригинальный кроссворд и его пригласили на телешоу. К удивлению организаторов программы, провинциальный парень отличился среди всех участников. Что интересно, в то время я набрал 6 тысяч очков, а там 1500-2000 очков, это считалось очень много. Они в шоке были. Так простой учитель из глубинки громко заявил о себе на всю страну. И вот уже более 30 лет Асхаб Гаджи не перестаёт удивлять и вдохновлять детей и коллектив школы. Он постоянный и активный участник не только выставок, но и национальных фестивалей. Ещё один талант – талант танцора. Мужчина приобрёл ещё в юности, когда солировал в ансамбле «Ритмы Дагестана». Сыгат Малаева, Марьяна Масуева. Время новостей. Кизельюртовский район. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова